Памятник Николаю Первому Бронзовый бюст Там открыли бронзовый бюст российского императора И был торжественный троекратный залпы стрелкового оружия После чего митрополит Ставропольский и Невнамысский Кирилл Свершил чин освящения памятника на постаменте памятника Выгравирован лозунг, объединяющий три начала исторической российской государственности Который был сформулирован графом Уваровым в годы правления императора Николая Первого Православие, самодержавие, народность Значит, этот лозунг еще жив и будет жива Россия Пока ставят памятники императорам, пока их память чтут Пока понимают русскую историю, русский народ жив Другая позитивная новость Нежные натуры из Центра противодействия экстремизму не выдержали На этот раз не выдержали И сдались свои претензии, не смогли отстоять 28 июля 2015 года состоял заседание Покровского районного суда Орловской области По иску заместителя руководителя Центра по противодействию экстремизму ОМВД Орловской области Сергея Докукина К орловскому активисту, националисту Сергею Мишину В своем иске полицейский, выступивший как гражданское лицо Потребовалось ответчика компенсировать моральный вред в размере 30 тысяч рублей Неплохо, да? За физическое и нравственное страдание, причиненное Сергеем Мишиным Путем размещения им без согласия исца его фотографии на персональной странице ответчика ВКонтакте Ужас какой-то Человек, который действует официально, боится своей собственной фотографии на какой-то там странице Удивительно Докукин ни разу не явился на заседание суда Ну, они-то привыкли, что судьи за них действуют Его интересы представляло некое лицо, которое во всем соглашалось с представителем юридической службы ОМВД Фактически представлявшие интересы исца, но в статусе представителя третьего лица ОМВД Орловской области Докукин является хорошо известной публичной личностью, курирующей деятельность оппозиционеров Ну вот в данном случае обломилось ему, 30 тысяч он не получил Я надеюсь, что вскоре его из должности снимут, а потом начнут разбираться с его деятельностью Во всех подробностях, что он натворил как антигосударственный, антиобщественный элемент Вообще, я думаю, что все, кто работает в центре противодействия экстремизму, рано или поздно будут подвергнуты вот этой проверке Что они делали на должностях в этой структуре, которая является, по сути дела, враждебной российской государственности Ну и российскому обществу, разумеется, потому что занимается антиобщественными делами Остальные новости выглядят более трагично В особенности то, что произошло 28 июля 2015 года Начались, похоже, массовые репрессии Были задержаны двое бывших бойцов армии «Воли народа» Парфенов и Соколов В отношении них возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 272.2 УК РФ В создании экстремистского сообщества Башисты! Башисты! Вы башисты! Запрещать ничего нельзя Вообще ничего нельзя запрещать Несколько ранее был задержан Юрий Мухин, идеолог, тоже ранее запрещенной армии «Воли народа» Его задержали на отдыхе прямо в Крыму и доставили самолетом в Москву на допрос к следователю Талаевой Которую мы уже знаем по ее деятельности в других абсурдных делах Похоже, что это имя нам придется запомнить И преступная деятельность этой дамы будет, конечно, предметом нашего пристального внимания И в дальнейшем, я думаю, будет предметом разбирательства русской власти, которая неизбежно установится Я думаю, что если мадам Талаева думает, что она скоропостижно скончается Или каким-то другим способом избегнет наказания за ее деятельность То это напрасные надежды Потому что будут наследники, они ответят Говорят, сын за отца не отвечает Но если сын от отца получил какие-то материальные или, скажем, карьерные преимущества То вот этими материальными и карьерными преимуществами они и ответят Если мадам Талаева получает зарплату за то, что она преследует русских политических активистов То вся эта зарплата будет взыскана с нее А если не с нее, то с ее наследников, с ее детей, внуков, правнуков, как угодно Я думаю, что русское национальное движение должно преследовать подобных людей Вроде вот этой Талаевой, давайте мы железно запомним это имя Пожизненно, а также и после того, как этот человек уйдет из жизни Это только говорят, что о мертвых либо хорошо, либо ничего Нет, если умер негодяй, то про него и надо говорить, как о негодяе Если умер преступник, то он от этого не перестает быть преступником Мы, конечно, не будем на всех углах говорить о нем Но воздать должное и после смерти тоже это абсолютно достойное дело Ну а на том свете пусть Господь Бог разбирается На этом разберемся мы Со всеми задержанными работает адвокат Чернышев Но сила его на исходе, поэтому материальная помощь приветствуется Оказывается, она лично через семьи задержанных Кто сможет это сделать, найдет координаты в интернете Армия воли народа была запрещена за попытку провести референдум о принятии закона об ответственности власти Ее бывшие активисты задержаны за раскачивание политической ситуации То есть по откровенно и цинично сформулированным Талаевой политическим мотивам Суд арестовал задержанных до конца сентября Что означает, Талаевой получен приказ любыми средствами оформить следственное дело так Чтобы обвинительный приговор был неизбежен За ними не заржавеет Раз они арестовывают, то скорее всего будет именно обвинительный приговор Что бы там ни происходило на суде И Талаева играет в эту грязную игру Мы тоже когда-нибудь сыграем с ней в чистую игру Мы отмоем репутацию нашей судебной правоохранительной системы в целом От таких людей и от таких методов Русский национальный фронт и ряд других организаций Планируют во второй половине августа Общественные акции против превращения политических репрессий в массовые И за ликвидацию русофобского режима А также центр противодействия экстремизму Также против следствия и против личной, я думаю, многие выскажутся Этой дамы Талаевой И ее методов ведения следствия И подыгрывания вот этому грязному режиму, который все еще правит страной Каждому, да, останется свое Да, конечно, русским людям достаются испытания Достаются трагедии, которые для них организует власть Нам жить с этой властью очень тяжело Но когда станет невозможно, тогда этой власти не будет А мы будем, мы будем разбираться с каждым негодяем предметно и конкретно Я думаю, что преимущественно в местах лишения свободы будут находиться как раз подобного рода негодяи Бандиты, убийцы и вот такие следователи Ну и, соответственно, и судьи, которые с этими следователями разговаривают почти что как подчиненные Выборы, выборы тут идут, начинаются Где-то губернаторов выбирают Мы говорили о том, какие безобразия творятся в Кемеровской области Там Аман Тулеев просто превратил часть территории России в какой-то Эмират И где заправляет угольная хунта Но теперь речь вот о других территориях Руководитель регионального отделения общероссийско-общественного движения За национализацию и деприватизацию стратегических ресурсов страны Участник инициативной группы за проведение референдума за ответственную власть Александр Фроленков, который был выделен в качестве кандидата в губернатор пензенской области От партии Честно, человек справедливости и ответственности Заявил, что не смог собрать ни одной подписи, чтобы преодолеть муниципальный барьер Многие просто не знают, как теперь организованы выборы губернаторов Теперь надо собирать подписи за выдвижение с муниципальных кандидатов Они все одной партии принадлежат А кто не принадлежит, на того легко надавить И эти люди никогда не будут помогать ни одному оппозиционному кандидату Когда какие выборы? Тогда нет никаких выборов Поэтому граждане, проживающие в пензенской области, не надо ходить на выборы Это выборы не ваши И выберут обязательно какого-нибудь негодяя Обязательно Ну так же, как и в Кемерово и в других областях Такое законодательство, которое придумали единороссы Не может нас никаким образом устраивать И в этих играх играть не надо Это игры бесов С бесами и шулерами, с жуликами Ни в какие игры не надо играть Ни в те, в которых есть жесткие правила Ни в те, в которых правил нет Вот здесь правил, можно сказать, никаких нет Или они являются жульническими Вот что говорит Александр Фроленков Реальность такова, что 95% муниципальных депутатов Являются членами одной партии И эта партия так же выдвинула своего кандидата Следовательно, ни один кандидат от других партий Не может пройти муниципальный фильтр без получения поддержки От депутатов партии конкурента на этих выборах У нас вся система выборов партизирована Поэтому вот такая сложилась ситуация По его словам, процедура сбора подписи Не менее 270 муниципальных депутатов Жестко ограничена временными рамками С последнего дня сдачи документов На выдвижение кандидатам губернатора И до последнего дня сдачи листов Поддержки на регистрацию кандидатов губернаторы Законом отводится 10 календарных дней Из них Один день на оформление и удостоверение Уполномоченного по финансовым вопросам День на открытие специального выбирательного счета День на изготовление подписных листов типографии Последовательность не может быть нарушена ни на минуту Потому как все расходы должны быть оплачены Только со специального счета кандидатов губернатора Таким образом имеем 7 календарных дней На 2 из которых приходятся нерабочие дни То есть реально получаем 5 дней на сбор 270 голосов Поддержки от муниципальных депутатов Дальше 270 делим на 5 Получаем 54 голоса в день 54 делим на продолжительность 8-часового рабочего дня И получаем, что в час необходимо собрать 6-7 подписных листов Которые необходимо заверять нотариусам И происходить это должно в разных районах области Одновременно Закон допускает, что в сбор подписей Могут проводить доверенные лица кандидата Их может быть до 199 человек Еще один момент Услуги нотариуса Удостоверяющего подписи депутатов Должны быть оплачены Стоимость одной такой услуги составляет 100 рублей Опять вычисляем и получаем Что необходимо для этой процедуры Минимум 27 тысяч рублей Это без учета транспортных и командировочных расходов Отсюда делаю следующий вывод Закон о выборах губернатора Пенинской области Содержит в себе скрытое ограничение В виде материального ценза Так сказал Александр Фроленков На самом деле здесь просто издевательство Собирать семь подписных листов Семь подписей муниципальных депутатов в час Это просто издевательство Просто издевательство над здравым смыслом Они там собираются за кулисами Просто хохочут над нами Они же считают нас идиотами Но если они нас считают идиотами Давайте мы будем их считать негодяями И мы живем в одной стране И мы представляем собой народ А они живут в другой стране И представляют собой оккупантов-поработителей Уничтожение этих оккупантов дело благое Рано или поздно это состоится Кроме того, Александр Фроленков добавил Что в районных администрациях Ему отказались предоставить контактные данные депутатов Ссылаясь на закон о персональных данных Но это и вовсе абсурд Вы должны собирать подписи, но неизвестно где Вы не знаете, как этих людей найти То есть знание их фамилий, имен, отчеств Ничего вам не дает Вы их просто не найдете Семь подписей в час Вы не соберете Даже не потому, что вы не сможете быть одновременно В семи местах Но просто потому, что вы не знаете Где эти места Вот и все Вот так организованы выборы Режимом самозванцев Это не выбор, это обман Он должен быть очевиден для всех На таких выборах Уважающим себя гражданам делать нечего И таким гражданам нет резона Признавать нынешнюю власть легитимной Следующий этап самоопределения Борьба за честную, выражающую интересы нации И ответственную власть В этом деле мы все должны участвовать Все должны участвовать Потому, что если будет участвовать только небольшая группа активистов Или небольшая прослойка активистов Там сотни, тысячи людей А не миллионы людей Тогда эта власть так и будет Вот такой подлой и несменяемой Одних воров готовы менять на других Вот такой вопрос возникает Когда люди начинают выбирать Из плохого и худшего Александр Крот, боец ЛДНР Сказал так Пусть меня гнобит русский чиновник Который со мной 9 мая выходит с Георгиевской ленточкой Чем меня будет также гнобить украинский чиновник Но при этом еще и будет заставлять любить Бандеру Из двух зол мы выбрали меньше Из двух одинаковых воров мы выбрали того Который, по крайней мере, не лезет нам в душу Даже не выбрали, а смирились Вот и плохо, что смирились Не надо Ну, хорошо здесь позитивный момент Что боец ЛДНР понимает Что в Российской Федерации он имеет дело с точно такими же ворами Ну, может быть, чуть-чуть в них еще нет того, что проявилось на Украине Но в этих чиновниках, в этих правителях заложено ровно то же самое То есть это одни и те же люди Просто в разных обстоятельствах В обстоятельствах, которые царят на Украине Они действуют более подло, более нагло В России чуть-чуть другие обстоятельства Чуть-чуть другой период И поэтому они действуют чуть-чуть мягче Ну, насколько чуть-чуть Насколько чуть-чуть Они такие же подлецы И через пару лет они будут действовать ровно так же И здесь этот оккупационный режим покажет свои зубы Свои кровавые методы Будет использовать точно так же, как на Украине Кто в этом сомневается? Ну, только наивные люди Неверная позиция Из двух зол не следует выбирать ни одного Вот так же и с выборами Какой смысл выбирать, заменять одних негодяев на других? Не надо участвовать в том, где участвуют одни только негодяи По негодяйским правилам В последнее время что-то стало твориться с Чубайсом и его соратниками Одни оказываются решеткой, другие побежали за границу А то мы не знали, что Чубайс вор Может быть, нам власть начинает наконец открывать глаза Но мы-то уже живем давно с открытыми глазами Мы, я имею в виду наших соратников, участников русского движения, общественных активистов Следственный комитет направлен на заявление столичного бизнесмена Дмитрия Лернера Раньше пострадавшего от действий Чубайса С просьбой возбудить против руководства Роснано В том числе и Леонида Меломеда и заместителя Чубайса Андрея Малышева Уголовное дело Сам заявитель потерял по вине Роснано более 250 миллионов рублей Интересно знать, откуда он взял их Может быть, точно так же, откуда берет деньги и господин Чубайс В сообщении говорится, что Чубайс и другие топ-менеджеры госкомпании Провернули мошенническую аферу, похитив значительный объем бюджетных средств В 2009 году по распоряжению Чубайса и Меломеда Компания Роснано заключила инвестиционный договор с фирмой-однодневкой ООО ГК Новый каучик на разработку наноасфальта на 1,3 миллиарда рублей Большая часть этих денег пропала, а новый каучик обанкротился Ну это же жульничество стопроцентное Не надо было даже проверку проводить То есть, как услышал наноасфальт, сразу в рожу надо бить Понимаете? И наручники на руки Ну у нас другая страна, другие правители точнее Страна-то у нас нормальная, государство нормальное А вот правят в ней отъявленные воры и негодяи Вот вроде Чубайса и людей такого же типа Роснано заказала инновационную разработку По выпуску дорожного покрытия Унирем Вся инновационность покрытия заключалась в добавлении Измельченных автопокрышек Что применялось еще и в советские времена То есть, никакого там наноасфальта нет И никаких нанотехнологий нет Есть просто жульничество Однако контракт на сумму 1,3 миллиона рублей на разработку Был подписан лично заместителем Чубайса Андреем Малышевым Не говоря о том, что юрлицо, заявка которой была согласована Роснано Представляла собой фирму-однодевку, зарегистрированную в частной квартире И не имевшую уставного капитала Выпускать унирем должен был завод ООО «Уником» в Подольске Который получил 810 миллионов долей в 65% компании Владел ООО «ГК Новый Каучук» А 35% Роснано То есть, сами себе эти бюджетные деньги перечислили в эту контору Дмитрий Лернер понес убытки в размере 252 миллиона рублей После того, как его брат Михаил занял у него эти средства Под залог доли в новом каучуке в 2009 году Принадлежащего его тестью Александру Вершинину Однако, Дмитрий Лернер не смог получить в итоге ничего Его родственники вскоре попали под суд по обвинению в мошенничестве И получили уголовные сроки в 6,3 года заключения в колонии Я думаю, что он сам тоже из таких И по нему тоже колония плачет Само же предприятие, на долю в котором мог бы претендовать Дмитрий Лернер Оказалось банкротом Новый каучук разорился в начале 2015 года «Уником» тоже обанкротился Тотчас после возбуждения против экс-гендиректора Роснано Леонида Меломеда уголовного дела в этом году Из России уехали несколько руководителей Роснано Как бывших, так и действующих В том числе и бывший зампред правления Роснано И экс-глава группы Е4 Андрей Малышев Еще один экс-зампред президент бизнес-школы Сколково Андрей Рапопорт Члены правления компании Юрий Вдольцов И Яков Уринсон Экс-финдиректор РАОЕСД Дмитрий Журбан Все, абсолютно все в Кремле, в правительстве, во всех структурах Абсолютно точно знают, что Чубайс просто вор У него другой специальности никогда не было Он просто вор А почему его до сих пор не арестовали? И почему только сейчас крысы, которые его окружали, побежали с корабля? Да потому что это все одна шайка-лейка То есть все правительство, вся администрация президента, правоохранительные органы Все завязаны на общую воровскую систему И они продолжают грабить нашу страну А сейчас просто пирог стал уменьшаться И они решили, что пополнить ту недостачу, недостаток доходов, который они ощутили Можно еще за счет кого-то Вот когда-то они разодрали вдрызг Сибнефть И Ходорковского ограбили И зарубежный суд, не помню, где он там проводился Решил, что Россия должна Ходорковскому 50 миллиардов долларов Вот точно таким же образом, видимо, решили сейчас разодрать и Роснано И, видимо, Чубайс тоже очень скоро эмигрирует Тоже возбудит какое-нибудь дело против Российской Федерации Ему тоже припишут несколько десятков миллиардов долларов Все они воры, все они воры И наша задача просто очистить от них власть Очистить от них бизнес Ликвидировать все эти госкорпорации Которые превратились в монополии чиновников Все это задача ближайших лет Иначе нам просто не жить А Россия просто обанкротится вся Не только какой-нибудь там заводишка Который выпускал вот этот фальшивый наноасфальт В нашей стране происходит игровое переоформление всей нашей жизни Путин едет в экспедицию географического общества Возглавляемого его халуями Куда едет? Аж в самый Крым Экспедиция, целая экспедиция Иначе будет кататься на дельфинах Летать со стерхами Нырять за амфорами И ласкать холки тигром Наверное, все это дело туда подвезут Для разворачивания очередной мизансцены И мы опять будем видеть весь этот фальшивый спектакль Вместо управления государством, которое требуется от главы этого государства Но поскольку глава самозванец И, соответственно, никакого управления нет В то же время на проведение двух молодежных лагерей Таврида в Крыму и территория Смыслов А Владимирской области из бюджета Российской Федерации Будет выделено 528 миллионов рублей За подготовку территории Смыслов Так называемый Всероссийский молодежный образовательный форум В Камешковском районе отвечает управление внутренней политикой президента Российской Федерации Тавриды под Севастополем Управление по общественным проектам Ну и на селе Герфтверской области Из бюджета будет официально потрачено 273 миллиона рублей На введение сайтов кабинета министров Российской Федерации И личный сайт премьер-министра Медведева В бюджете 2015 года заложено 50 миллионов рублей То есть обувают просто по черному обувают бюджет Устраивают вот эти молодежные тусовки Только для того, чтобы что-нибудь там показать Показать по телевидению И воспитать очередную группу моральных уродов Которые поболтавшись там где-то на Селегере В Тавриде Вот где там еще во Владимирской области Потом бы везде писали какие они счастливые От того, что Владимир Путин и его группировка правят Россией То Россия поднимается с колен Вот уж поднимается и поднимается 15 лет поднимается Никак не может подняться Зато поднимает вот по административной лестнице Таких молодых уродов Которые воспитывают на Селегере И подобных мероприятиях На которые выделяются колоссальные деньги Из государственного бюджета Фальсификация истории Это просто привычка государственных деятелей Нынешних и советских Сейчас вот произошла такая незадача Министр культуры Владимир Мединский Обрушился с критикой на руководство Государственного архива страны Которая ранее разведчала миф О подвиге героев-панфиловцев Опубликовав справку Согласно которой Вся история является фантазией журналистов Глава ведомства призвал архивистов Заниматься своей профессией И не давать собственных оценок Историческим документам Это с какой же это стати Научная деятельность как раз состоит в том Чтобы давать оценки историческим документам И говорить о достоверности или недостоверности Тех сведений, которые считаются правдивыми По его словам, то что звучит уместно в устах Николая Сванидзе Не должны озвучивать главы российских архивов Если есть желание сменить профессию Мы это поймем Заверил министр Так вот мрачно намекнув Что глава госархива Должен убираться во свояси Я думаю это грубое хамское высказывание Которое недостойно министра И вообще просто приличного человека Потому что обман вскрыт Обман с героями Панфилонси Вскрыт еще в 1947 году И специальный документ на этот счет Именно и опубликован был Главой госархива Один из указанных в списке погибших Тогда вот в этом известном бою В деревне Грюково Погибает взвод Иван Добробабин был арестован За измену родине Он подтвердил, что бой о котором писали в газете Действительно был Но никаких подвигов он не совершал И добровольно сдался в плен немцам И служил у них начальником полиции В селе Перекоп Харьковской области Как он Герой Советского Союза Все были объявлены героями Советского Союза посмертно Вот такой герой оказался не только живой Но и среди полицаев Следствие также установило Что кроме Добробабина Выжили еще четыре его сослуживца Иларион Васильев, Григорий Шемякин, Иван Шадрин И Даниил Кужебергенов Последний Он тоже побывал в немецком плену Рассказывал, что в том бою Вообще не участвовал Иван Натаров, который якобы Поведал журналистам о подвиге Был убит за два дня до легендарного боя Все детали этого обмана Были сведены в секретный доклад Но обнародовать правду коммунисты не решились Теперь скрыть правду намерены путинисты Почему? Потому что они привыкли к тому Что их пропагандистские утки Принимаются на веру Так вот, мы уже не принимаем на веру Ваши пропагандистские утки Господин Мединский и ваши тоже Не только ваше ведомство Работает над искажением исторической правды Но и всякие другие пропагандистские группировки При администрации президента Так вот, мы в ваши примочки уже не верим И то, что опубликовало руководство Госархива Это был поступок совершенно правильный Честный и добросовестный Именно с такими людьми И нужно иметь дело Но господин Мединский, видимо, не хочет иметь дело С теми, кто считает историческую правду Подлежащей публикации Я как-то раз в эфире одной из телевизионных передач Встречался с Мединским Мне он показался вполне разумным человеком За исключением того, что он считал Владимира Путина Просто каким-то светящим российской государственности А не жуликом и самозванцем Каким считаю его я Ну, это разница несущественная По крайней мере, переходящая Как только Путин перестанет быть президентом И Мединскому не надо будет вот эту глупость Выдавать в эфир и от себя лично ее публиковать Но вот то, что произошло с публикацией справки С публикацией справки Госархива И вот этого секретного документа Еще 47-го года Меня очень сильно обеспокоило И я стал сомневаться Действительно ли Владимир Мединский Став впоследствии министром культуры Сохранил свою добропорядочность И сохранил способность воспринимать правду Большевистские лозунги и плакаты выглядели ярче Мне кажется, что в данном случае он показал Что он уже не способен к этому Если министр у нас такой Что исполняет только поручения Высшестоящего начальства То нам не нужен ни такой министр Ни такое начальство Но все-таки министр Мединский Точно не такой уж дебил, как его начальство По крайней мере, он различает понятие Национализм и нацизм Об этом как-то было сказано В одной передаче Он лично, прямой речью, это сказал Это большая редкость вообще во властных кругах Такое отличие, им не выгодно это отличие Они всех националистов хотят проводить по статье нацизм И, соответственно, пресекать всякую деятельность националистов Средств массовой информации в публичной сфере И желательно, чтобы все националисты Все, кто действительно любит Россию не просто на словах А в делах и в политическом действии выражает эту любовь Все они должны отправиться в места заключения Это убежденность подавляющего большинства тех Кто сидит у нас во властных структурах Вот Мединский на словах, по крайней мере, видит разницу между национализмом и нацизмом Это уже большое дело Поэтому в данном случае, скорее всего, Мединский отыгрывает какой-то закулисный разнос Который ему устроило вышестоящее начальство Ну, кто ему мог устроить разнос? Ну, либо Медведев, либо Путин Других вариантов, видимо, трудно себе представить Глупость его высказывания похожа на какой-то спазм К сожалению, действующая власть ведет себя так Как будто бы у нее спазм стал хроническим Наша задача вышвырнуть эту власть И к ждущим ее чертям И утвердить свою русскую власть Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова